Канал Метер с Кепкой ТВ представляет Цыпленок и утенок Вылупился из яйца утенок. Я вылупился, сказал он. Я тоже, сказал цыпленок. Я иду гулять, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я рою ямку, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я нашел червяка, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я поймал бабочку, сказал утенок. Я тоже, сказал цыпленок. Я не боюсь лягушку, сказал утенок. «Я-я-я-я-я тоже!» – прошептал цыпленок. «Я хочу купаться!» – сказал утенок. «Я тоже!» – сказал цыпленок. «Я плаваю!» – сказал утенок. «Я тоже!» – крикнул цыпленок. «Спасите!» И цыпленок скрылся под водой. Вытащил утенок цыпленка. «Я иду еще купаться!» – сказал утенок. «А я?» – «Нет!» – сказал цыпленок. Три котенка. Жили-были три котенка. Черный, белый и серый. Три котенка увидели мышь и бросились за ней. Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята за ней. Мышь убежала. А из банки вылезли три белых котенка. Три белых котенка увидели во дворе лягушку и бросились за ней. Лягушка прыгнула в старую самоварную трубу. Котята за ней. Лягушка ускакала. А из трубы вылезли три черных котенка. Три черных котенка увидели в пруду рыбу и бросились за ней. Но рыба уплыла. А из воды вынырнули три мокрых котенка. Три мокрых котенка пошли домой. По дороге они обсохли и стали, как были, черный, серый и белый. Яблоко. Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья. И только на верхушке дикой яблони еще висело одно единственное яблоко. В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц. И увидел яблоко. Смотрит заяц, а на елке сидит ворона и смеется. Эй, ворона! Крикнул заяц. Сорви-ка мне яблоко. Ворона перелетела с елки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержало. Упало оно вниз. Спасибо тебе, ворона! Сказал заяц и хотел было яблоко поднять. А оно, как живое, вдруг зашипело и побежало. Что такое? Испугался заяц. Потом понял. Яблоко упало прямо на ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблонями. Еж с просона вскочил и бросился бежать. А яблоко на колючке нацепилось. Стой, стой! Кричит заяц. Куда мое яблоко потащил? Остановился ежик и говорит. Это мое яблоко. Оно упало, а я его поймал. Заяц подскочил к ежу. Сейчас же отдай мое яблоко. Я его нашел. К ним ворона подлетела. Напрасно спорите, говорит. Это мое яблоко. Я его себе сорвала. Никто друг с другом согласиться не может. Каждый кричит. Мое яблоко. Крик, шум на весь лес. Уже драка начинается. Ворона ежа в нос клюнула. Еж зайца иголками уколол. А заяц ворону ногой легнул. Вот тут-то медведь и появился. Да как рявкнет. Что такое? Что за шум? Все к нему. Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой. Самый умный. Рассуди нас по справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть. И рассказали медведю все, как было. Медведь подумал, подумал, почесал за ухом и спросил. «Кто яблоко нашел?» «Я», — сказал заяц. «А кто яблоко сорвал?» «Как раз я», — карпнула ворона. «Хорошо. А кто его поймал?» «Я поймал», — пискнул еж. «Вот что, — рассудил медведь, — «все вы правы, и потому каждый из вас должен яблоко получить». «Ну, тут только одно яблоко», — сказали еж, заяц и ворона. «Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмет себе по кусочку». И все хором воскликнули. «Как же мы раньше-то не догадались!» Ежик взял яблоко и разделил его на четыре части. Один кусочек дал зайцу. «Это тебе, заяц!» «Ты первое яблоко увидел!» Второй кусочек вороне отдал. «Это тебе, ворона!» «Ты яблоко сорвала!» Третий кусочек ежик себе в рот положил. «Это мне, потому что я поймал яблоко!» Четвертый кусочек ежик медведю в лапу положил. «Это тебе, Михаил Иванович!» «А мне-то за что?» — удивился медведь. «А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил!» Вот такая сказка! «Кораблик» Жили-были цыплёнок, мышонок, жучок, муравей и лягушонок. Пошли гулять лягушонок, цыплёнок, мышонок, муравей и жучок. Пришли на речку. «Давайте купаться!» — сказал лягушонок и прыгнул в воду. «Мы не умеем плавать!» — сказали цыплёнок, мышонок, муравей и жучок. «Ква-ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялся лягушонок. «Куда же вы годитесь?» И так стал хохотать, чуть было не захлебнулся. Обиделись цыплёнок, мышонок, муравей и жучок. Стали думать. Думали, думали и придумали. Пошёл цыплёнок и принёс листочек, мышонок, ореховую скорлупку, муравей соломинку притащил, а жучок — верёвочку. И пошла работа. В скорлупку соломинку воткнули, листок верёвочкой привязали и построили корабли. Столкнули кораблик в воду, сели на него и поплыли. Лягушонок голову из воды высунул, хотел ещё посмеяться. А кораблик уже далеко уплыл, и не догонишь. Вот такая сказка. Под грибом Как-то раз застал муравья сильный дождь. Куда спрятаться? Увидел муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под его шляпкой. Сидит под грибом, дождь пережидает. А дождь идёт всё сильнее и сильнее. Ползёт к грибу мокрая бабочка. — Муравей, муравей, пусти меня под грибок, промокла я, лететь не могу. — Куда же я пущу тебя? — говорит муравей. — Я один тут кое-как уместился. — Ничего, в тесноте, да не в обиде. Пустил муравей бабочку под грибок, а дождь ещё сильнее идёт. Бежит мимо мышка. — Пустите меня под грибок, вода с меня ручьём течёт. — Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет. Потеснитесь немножко. Потеснились и пустили мышку под грибок, а дождь всё льёт и не перестаёт. Мимо гриба воробей скачет и плачет. — Намокли пёрышки, устали крылышки. Пустите меня под грибок обсохнуть, отдохнуть, дождик переждать. — Тут и места нет. — Подвиньтесь, пожалуйста. — Ладно. Подвинулись. Нашлось воробью место. А тут заяц на полянку выскочил, увидел гриб. — Спрячьте, — кричит. — Спасите. За мной лиса гонится. — Жалко заяца, — говорит муравей. — Давайте ещё потеснимся. — Только спрятали заяца, лиса прибежала. — Заяца не видели? — спрашивает. — Не видели. Подошла лиса поближе, понюхала. — Не тут ли он спрятался? — Где ему тут спрятаться? — махнула лиса хвостом и ушла. К тому времени дождик прошёл. Солнышко выглянуло. Вылезли все из-под гриба, радуются. Муравей задумался и говорит. — Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым место нашлось. — Куаха-хаха! Куаха-хаха! — засмеялся кто-то. Все посмотрели, на шляпке гриба сидит лягушка и хохочет. — Эх вы! Гриб-то! — недосказала и ускакала. — Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, а потом и пятерым место нашлось. — А вы догадались? Палочка-выручалочка. Шёл ёжик домой. По дороге нагнал его заяц. И пошли они вместе. Вдвоём дорога вдвое короче. До дома далеко идут, разговаривают. А поперёк дороги палка лежала. За разговором заяц её не заметил. Споткнулся, чуть было не упал. — Ох ты! — рассердился заяц. Нападал палку ногой, и она далеко в сторону отлетела. А ёжик поднял палку, закинул её себе на плечо и побежал догонять заяца. Увидел заяц у ёжика палку, удивился. — Зачем тебе палка? Что в ней толку? — Эта палка не простая, — объяснил ёжик. — Эта палочка-выручалочка. Заяц в ответ только фыркнул. Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега. — Эй, колючая голова, бросай свою палку! Тебе с ней сюда не перебраться! Ничего не ответил ёжик. Отступил немного назад, разбежался, воткнул на берегу палку в середину ручья и одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чём не бывало. Заяц от удивления даже рот разинул. — Здорово ты, оказывается, прыгаешь! — Я прыгать совсем не умею, — сказал ёжик. Эта палочка-выручалочка через всё скакалочка мне помогла. Пошли дальше, прошли немного и вышли к болоту. Заяц с кочки на кочку прыгает, ёжик позади идёт, перед собой палкой дорогу проверяет. — Эй, колючая голова, что ты там плетёшься еле-еле? Наверное, твоя палка... Не успел заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по самые уши. Вот-вот захлебнётся и утонет. Перебрался ёжик на кочку поближе к зайцу и кричит. — Хватайся за палку, да покрепче! Ухватился заяц за палку, ёжик изо всех сил дёрнул и вытянул своего друга из болота. Когда выбрались на сухое место, заяц говорит ёжу. — Спасибо тебе, ёжик! Спас ты меня! — Что ты! Это палочка-выручалочка из беды вытягалочка! Пошли дальше, и у самой опушки большого тёмного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жалобно пищал, а родители кружились над ним, не зная, что делать. — Помогите! 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 — чирикали они. — Гнездо высоко, никак не достанешь. Ни ёж, ни заяц по деревьям лазить не умеют, а помочь надо. Думал ёжик, думал и придумал. — Становись лицом к дереву! — скомандовал он заяцу. Заяц стал лицом к дереву. Ёжик посадил птенца на кончик своей палки, залез с ней заяцу на плечи, поднял как мог палку и достал почти до самого гнезда. Птенчик ещё раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо. Вот обрадовались его папа и мама, вьются вокруг зайца и ежа, чирикают. — Спасибо! 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 А заяц говорит ежу. — Молодец, ёжик! Хорошо придумал! — Что ты! Это вся палочка-выручалочка, наверх поднималочка. Вошли в лес. Чем дальше идут, тем лес гуще, темнее. Страшно зайцу. А ёжик виду не подаёт, идёт впереди, палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них огромный волк выскочил, загородил дорогу и зарычал. — Стой! 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 Остановились заяц с ежом. Волк облизнулся, лязгнул зубами и сказал. — Тебя, ёж, я не трону, ты колючий, а вот тебя, косой, целиком съем с хвостом и ушами. Задрожал зайчик от страха, побелел весь, как в зимнюю пору. Бежать не может, ноги к земле приросли, закрыл глаза. Сейчас его волк съест. Только ёжик не растерялся, размахнулся своей палкой и что есть силы, огрел волка по спине. Волк взвыл от боли, подпрыгнул и бежать. Так и убежал, ни разу не обернувшись. — Спасибо тебе, ёжик, ты меня теперь и от волка спал. — Э-э-э, что ты, эта палочка-выручалочка, по врагу ударялочка, ответил ёжик. Пошли дальше. Прошли лес и вышли на дорогу. А дорога тяжелая, в гору идет. Ёжик впереди топает, на палочку опирается. А бедный заяц отстал, чуть не падает от усталости. До дома совсем близко, а заяц дальше идти не может. — Ничего, — сказал ёжик, держись за мою палочку. Ухватился заяц за палку и потащил его ёжик в гору. И показалось зайцу, будто идти стало легче. — Смотри-ка, — говорит он ежу, — твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла. Так и привел ёжик зайца к нему домой. А там давно его поджидала зайчиха с зайчатами. Радуются встречи, а заяц и говорит ежу. — Кабы это не твоя волшебная палочка-выручалочка, не дать бы мне родного дома! Усмехнулся ёжик и говорит. — Бери от меня в подарок эту палочку. Может быть, она тебе еще пригодится. — А как же сам ты без такой волшебной палочки-выручалочки останешься? — Ничего, — ответил ёжик. — Палку всегда найти можно. А вот выручалочку... Он постучал себе по лбу. — А выручалочка-то вот она где. — Тут все понял заяц. — Верно ты сказал. Важна не палка, а умная голова да доброе сердце. Стоит пенек, на пеньке теремок. А в теремке живут мушка, лягушка, ёжик, да петушок-золотой гребешок. Вот как-то пошли они в лес за цветами, за грибами, за ягодами. Ходили, ходили по лесу и на поляну вышли. Смотрят, а там пустая телега стоит. Телега-то пустая, да непростая. Все колеса разные. Одно совсем маленькое колесико, другое побольше, третье среднее, а четвертое большое прибольшое колесище. Телега, видимо, давно стоит, грибы под ней растут. Стоят мушка, лягушка, ёжик да петушок, смотрят и удивляются. Тут заяц на дорогу из кустов выскочил, тоже смотрит, смеется. — Это твоя телега? — спрашивают зайца. — Нет, это медведя телега. Он ее делал, делал, не доделал, да и бросил. Вот она и стоит. — Давайте возьмем телегу домой, сказал ёжик. — В хозяйстве пригодится. — Давайте, сказали остальные. Стали все телегу толкать, а она не идет. У нее все колеса разные. Толкали. Толкали, толкали, толку никакого. Телега то направо завернет, то налево упадет, и дорога плохая, то яма, то кочка, а заяц хохочет, от смеху надрывается. И кому нужна такая негодная телега? Устали все, а бросить жалко, в хозяйстве пригодится. Опять ёжик догадался. — Давайте все по колесу возьмем. — Давайте. Сняли с телеги колеса и домой покатили. Мушка — маленькое колесико, ёжик — побольше, лягушка — среднее. А петушок вскочил на самое большое колесище, ногами перебирает, крыльями хлопает и кричит. — Кук-карик-кук! Заяц смеется. — Вот чудаки! Домой разные колеса покатили. Тем временем мушка, ёжик, лягушка и петушок прикатили колеса домой и задумались, что с ними делать. — Я знаю, — сказала мушка. Взяла самое маленькое колесико, прялочку сделала. Ёжик к своему колесу две палки приладил. Тачка вышла. — Я тоже придумала! — сказала лягушка, и колесо побольше к колодцу пристроила, чтобы лучше было воду брать. А петушок большое колесище в ручей опустил, жернова поставил и мельницу построил. Все колеса в хозяйстве пригодились. Мушка на прялочке нитки придет, лягушка с колодца воду носит, огород поливает. Ёжик из лесу на тачке грибы, ягоды, дрова возит, а петушок на мельнице муку мелет. Пришел как-то к ним заяц на их житье посмотреть. А его, как дорогого гостя, приняли. Мушка ему варежки связала, лягушка морковкой с огорода угостила, ёжик грибами да ягодами, а петушок пирогами да ватрушками. Стыдно стало зайцу. — Простите меня, — говорит. Я смеялся над вами, а теперь вижу, в умелых руках и разные колеса могут пригодиться. Мышонок и карандаш Жил-был на столе у Вовы карандаш. Однажды, когда Вова спал, на стол забрался мышонок. Увидел карандаш, схватил его и потащил к себе в норку. — Ой, отпусти меня, пожалуйста, — взмолился карандаш. — Но зачем я тебе нужен? Я деревянный, и меня нельзя есть. — А я буду тебя грызть, — сказал мышонок. — У меня чешутся зубы, и я всё время должен что-нибудь грызть. Вот так! И мышонок больно укусил карандаш. — Ой, — сказал карандаш, — тогда дай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, а потом делай, что хочешь. — Так и быть, — согласился мышонок. Рисуй, но потом я тебя всё равно изгрызу на мелкие кусочки. Вздохнул тяжело карандаш и нарисовал кружок. — Это сыр? — спросил мышонок. — Может быть, и сыр, — сказал карандаш и нарисовал ещё три маленьких кружочка. — Ну, конечно, конечно, это сыр! — А это дырочки в нём, — догадался мышонок. — Может быть, и дырочки, — согласился карандаш и нарисовал ещё один большой кружок. — А, это яблоко! — закричал мышонок. — Может быть, и яблоко, — сказал карандаш и нарисовал несколько вот таких длинных кружочков. — А-а-а! Я знаю! Это сардельки! — закричал, облизываясь мышонок. — Ну, кончай скорее! У меня ужасно чешутся зубы! — Подожди минуточку! — сказал карандаш. И когда он начал рисовать вот эти уголки, мышонок закричал. — Это, это похоже на ко! Не рисуй! Не рисуй больше! А карандаш уже нарисовал большие усы. — М-м-м! Так это настоящая кошка! — пискнул испуганный мышонок. — Спасите! — и бросился к себе в норку. С той поры мышонок оттуда носу не показывал. А карандаш у Вовы до сих пор живет. Только он стал вот какой маленький. Петух и краски. Нарисовал Вова петуха, а раскрасить-то его и забыл. Пошел петух гулять. — Что ты ходишь такой нераскрашенный? — удивилась собака. Посмотрел петух в воду и верно, собака правду говорит. — Не печалься! — сказала собака. — Иди к краскам, они тебе помогут. Пришел петух к краскам и просит. — Краски! Краски! Помогите мне! — Хорошо! — сказала красная краска и раскрасила ему гребешок и бородку. А синяя краска — перышки на хвосте, зеленые — крылышки, а желтая — грудку. — Вот теперь ты настоящий петух! — сказала собака. Капризная кошка. Девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. — Что это ты делаешь? — спросила любопытная кошка. — Я рисую для тебя домик, — сказала девочка. — Смотри! Вот крыша, вот труба на ней, а это дверь. — Ну, а что я там буду делать? — Будешь печку топить, кашу варить. И девочка нарисовала, как из трубы домика идет дым. — А где окошко? Ведь кошка прыгает в окошко. — Вот тебе окошки. Раз, два, три, четыре! — сказала девочка и нарисовала четыре окна. — А где я гулять буду? — Вот тут! — девочка нарисовала забор вокруг домика. — Это будет сад! — сказала она. Кошка посмотрела и фрыкнула. — Хм! Какой же это сад? Тут ничего нет! — Подожди! — сказала девочка. — Вот тебе клумба с цветами, вот яблоня с яблоками, а здесь огород. Тут морковка растет и капуста растет. — Капуста! — поморщилась кошка. — А где я буду рыбку ловить? — Вот здесь! — и девочка нарисовала пруд, а в пруду рыбок. — Это хорошо! А птички будут? — спросила любопытная кошка. — Я люблю птичек. — Будут! Вот тебе курочка, вот петушок, вот гусь, а вот и три цыпленка. Тут кошка вдруг облизнулась, замурлыкала и тихо-тихо спросила. — Ну, а мышки там будут в домике? Размечталась кошка, как будут мышки хоровод водить. — Нет, мышей не будет. — А кто будет мой домик сторожить? — Его будет сторожить? Девочка нарисовала будку. Будет сторожить вот этот бобик. Кошка даже хвостом дернула, и шерсть у нее почему-то дыбом встала. — Мне нравится мне твой домик, — сказала кошка. — Не хочу я там жить. И ушла, будто ее обидели. Вот какая капризная кошка! Кто сказал мяу? Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал мяу. Щенок поднял голову, посмотрел — никого нет. Это, наверное, мне приснилось, — подумал он и улегся поудобнее. И тут кто-то опять сказал мяу. Кто там? Вскочил щенок, обежал всю комнату, заглянул под кровать, посмотрел под столом, влез на подоконник, увидел за окном во дворе гуляет петух. Вот кто мне не дал спать, — подумал щенок и побежал во двор к петуху. «Это ты сказал мяу?» — спросил щенок петуха. «Нет, я говорю», — петух захлопал крыльями и закричал. «Кукаряку!» «А больше ты ничего не умеешь говорить?» — спросил щенок. «Нет, только кукаряку», — сказал петух. Щенок почесал задней лапой за ухом и пошел домой. Вдруг у самого крыльца кто-то сказал мяу. «Это ты сказал мяу?» — сказал себе щенок и быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами. «Это ты сказал мяу?» — строго спросил его щенок. «Пи-пи-пи!» — запищал мышонок. «А кто так сказал?» «Кто-то сказал мяу!» «Лиска!» — заволновался мышонок. «Вот здесь, совсем рядом!» — сказал щенок. «Мне страшно! Пи-пи-пи-пи!» — запищал мышонок и юркнул под крыльцо. Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал мяу. Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашел. В конуре кто-то зашевелился. «Вот он!» — сказал себе щенок. «Сейчас я его поймаю!» Он подкрался поближе. Навстречу ему выскочил огромный лохматый пёс. «Р-р-р-р-р!» — зарычал пёс. «Я... я хотел узнать!» «Р-р-р-р-р-р!» «Это вы сказали мяу?» — прошептал щенок, поджимая хвостик. «Я? Ты смеёшься, щенок!» Со всех ног бросился щенок в сад и спрятался там под кустом. И тут прямо над его ухом кто-то сказал «Мяу!» Щенок выглянул из-под куста, и прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела. «Вот кто сказал мяу!» — подумал щенок и хотел схватить её зубами. Ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Ужжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж «Мяу!» «Это ты сказала мяу?» Спросил щенок рыбу, которая проплывала мимо него. Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда. «Ква-ква-ква!» — засмеялась лягушка, сидевшая на листе лилии. «Разве ты не знаешь, что рыбы не говорят?» «А может быть, это ты сказала мяу?» Спросил щенок лягушку. «Ква-ква-ква!» — засмеялась лягушка. «Какой ты глупый! Лягушки только квакают!» И прыгнула в воду. Пошел щенок домой, мокрый, с распухшим носом. Грустный улегся он на коврике около дивана и вдруг услышал. «Мяу!» Щенок вскочил и увидел, что на подоконнике сидит пушистая полосатая кошка. «Мяу!» — сказала кошка. «Аф-аф-аф!» — залаял щенок. Потом вспомнил, как рычал лохматый пёс и зарычал. Кошка изогнулась и зашипела. Зафыркала. «Фр-фр-фр-фр!» И выпрыгнула в окно. Вернулся щенок на свой коврик и улегся спать. Он теперь знал, кто сказал «Мяу!» Мешок яблок. Ходил заяц с мешком по лесу. Искал грибы и ягоды для своих зайчат. Но, как назло, ничего ему не попадалось. Ни грибов, ни ягод. И вдруг посреди зелёной поляны увидел он дикую яблоню. А яблок румяных на ней и под ней видимо-невидимо. Недолго думая, раскрыл заяц свой мешок и стал в него яблоки собирать. Тут ворона прилетела. На пенёк села и каркает. Карр! Карр! Безобразие! Каждый будет сюда приходить. Ни одного яблока не останется. Напрасно каркаешь, говорит заяц. Здесь яблок на весь лес хватит. А у меня зайчата дома голодные сидят. Набрал заяц полный мешок яблок. Мешок тяжёлый, не поднять. С трудом потащил его заяц в волоком по лесной тропинке. И вдруг голова его уткнулась во что-то мягкое. Поднял голову заяц и обомлел. Перед ним медведь стоит. Что у тебя там в мешке? Спросил медведь. Заяц пришёл в себя, открыл мешок и говорит. Вот яблоки. Угощайтесь, дядь Миша. Попробовал медведь одно яблоко. Ничего, яблочки, освежают, проревел он. Набрал большую горсть яблок и пошёл своей дорогой. А заяц к себе домой. Идёт заяц по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата. Пищат хором. Дяденька заяц, дайте яблочек. Ничего не поделаешь, пришлось снова мешок открывать. По дороге домой заяц встретил своего старого приятеля ежа. — Куда идёшь, колючая голова? — спросил заяц. — Да вот, за грибами собрался, а грибов нигде не видно. Хожу с пустой корзинкой. — Ты лучше у меня яблок возьми. Бери, не стесняйся, у меня их много, — сказал заяц и насыпал ежу полную корзину яблок. Вышел заяц на лужок, а там коза со своими козлятами гуляет. Их заяц тоже яблоками отделил. Ходил, ходил заяц и устал. Присел было на какой-то бугорок, как вдруг. Тут земля зашевелилась, и появился крот. Заяц и его яблоками угостил. — Спасибо, дружище! — сказал крот и исчез под землёй вместе с яблоками. В зайчьем домике давно ждут папу зайца. Чтобы скоротать время, мама зайчиха рассказывает сказку своим голодным зайчатам. И тут кто-то постучал в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появились бельчата с большим лукошком, полным орехов. — Вот, это вам мама просила передать! — пропищали бельчата и убежали. — Чудеса! — прошептала зайчиха. Пришёл ёжик с корзиной полной грибов. — Хозяин дома? — спросил он зайчиху. — Да нет, как с утра пошёл, так и не возвращался. Попрощался ёжик, ушёл, а корзину с грибами оставил зайчихе. Соседка-коза принесла капусты и крынку молока. — Это для ваших детей! — сказала она зайчихе. Чудеса продолжались. Со стуком откинулась крышка подпола, и показалась голова крота. — Это дом зайца? — спросил он. — Да, мы тут живём, — сказала зайчиха. — Значит, я правильно подкоп вёл, — обрадовался крот, и полетели из-под пола всякие овощи. Морковка, картошка, петрушка, свёкла. — Привет зайцу! — крикнул крот и исчез под землёй. Уже поздно ночью приплёлся заяц к своему дому. Вдруг скрипнула дверь. Вскочили зайчата. — Ура! Папа пришёл! Зайчиха подбежала к двери. На пороге стоял заяц. — Весь мокрый. — Я ничего, совсем ничего вам не принёс, — прошептал он. — Зайчик мой бедный! — воскликнула зайчиха. Утром вся зайчья семья собралась за столом. А на столе чего только нет. Грибы и орехи, свёкла и капуста, Мёд и репа, морковка и картошка. А злая ворона удивляется. — Никак ума не приложу! Как могло из пустого мешка Столько добра появиться! Кот-рыболов Пошёл как-то кот на речку рыбу ловить. И у самой опушки лису встретил. Помахала лиса пушистым хвостом и говорит медовым голоском. — Здравствуй, кум-куманёк, пушистый коток. Вижу, рыбку ловить собрался. — Да, вот хочу котятам моим рыбки принести. Лиса глаза опустила и совсем тихо спрашивает. — Может быть, ты меня рыбкой угостишь? А то всё куры да утки, утки да куры. Усмехнулся кот. — Так и быть, первую рыбку тебе отдам. — Уж не знаю, как тебя благодарить-то. — Ладно, ладно. Пошёл кот дальше, а лиса за ним в припрыжку бежит и про себя шепчет. — Первая рыбка моя, первая рыбка моя. А тут из-за ствола мохнатой ели вышел им навстречу большой лохматый серый волк. — Здоров, браток, — прохлепел волк. — На рыбалку топаешь? — Да, вот хочу котятам. — Ну, а мне? — Рыбёшки подбросишь, браток. А то всё козы да овцы, козлы да бараны. Мне б чё-нибудь постненького. Усмехнулся кот. — Ну, ладно. Первая рыбка лисе, а вторая тебе. — Молодец, браток. — Спасибо. — Ладно, ладно. И все пошли дальше, к реке поближе. Шагает кот по лесу, а за ним лиса в припрыжку бежит, про себя шепчет. — Первая рыбка моя, первая рыбка моя. Волк позади ковыляет, бормочет. — А вторая моя, вторая моя. Вдруг из самой чащи вышел медведь. Увидел кота с улочкой, как заревёт. — Эй, сынок, ты что, рыбу ловить? — Да вот хочу котятам. — Слушай, сынок, неужели мне, старику, рыбы не дашь? Я ведь до смерти люблю рыбу-то, а то всё быки да коровы, с рогами да копытами. — Кот усмехнулся в усы и говорит. — Первую рыбку я лисе обещал, вторую — волку, а тебе уж третья будет. — Пусть третья, только чтоб самая большая. — Ладно. И все дальше пошли, к реке поближе. Впереди кот шагает, за ним лиса в припрыжку бежит. За лисой волк крадётся, позади всех медведь в перевалку топает. — Первая рыбка чур моя, — шепчет лиса. — А вторая моя, — бормочет волк. — А третья вот такая моя, — рычит медведь. Так и пришли все к реке. Снял с себя кот мешок, рядом ведёрко поставил, стал удочку разматывать. Лиса, волк и медведь в кустах неподалёку устроились, своей доли улова дожидаются. Насадил кот на крючок червяка, закинул удочку, уселся поудобнее и на поплавок уставился. Приятели в кустах тоже с поплавка глаз не сводят, ждут. Лиса шепчет. — Ловись, рыбка большая и маленькая. И вдруг поплавок дрогнул. Лиса ахнула. — Ах, ах, моя рыбка клюет! Поплавок на воде заплясал, запрыгал. От него круги во все стороны побежали. — Дёргай, дёргай! Тащи мою рыбку! — закричала лиса. Испугался кот. — Дёрну! Сверкнула серебром рыбка и с плеском ушла под воду. — Сорвалась! — прохлепел волк. — Поторопилась, глупая, крик подняла. — Ну, теперь моя очередь. Моя-то уж не сорвется. Насадил кот на крючок нового червяка и снова закиднул удочку. Потирает волк лапы, приговаривает. — Ловись, рыбка большая и крупная, ловись! Тут как раз поплавок вздрогнул и пошёл гулять по воде. Кот удилище уже в лапку забрал. — Не дёргай! — кричит волк. — Дай рыбе покрепче зацепиться! Отпустил кот удочку и поплавок вдруг сразу остановился. — Вот теперь тащи! — скомандовал волк. Кот дёрнул удочку, а на конце лески голый крючок болтается. — Ха-ха-ха! Дождался! — хихикнул лиса. — Твоя рыбка всего червяка объела! Кот насадил на крючок нового червяка и в третий раз закинул удочку. — Ну, теперь тихо! — лявнул медведь. — Если мою рыбку спугнёте, я вам! — Вот! Вот она! Поплавок весь ушёл под воду. Леска, как струна, натянулась, вот-вот оборвётся. — Ха-ха-ха! — радуется медведь. — Это моя! Как наказывал самая большая! Кот еле-еле на берегу держится. Рыбина того и гляди, его в воду стащит. Вот из воды уже показалась страшная усатая морда. Вот так сом! — Я первая! Это моя! Не дам! Вдруг взвизгнула лиса и кинулась в реку. — Нет, шалишь! Моя будет! — зарычал волк и нырнул вслед за лисой. А медведь на берегу ревёт во всё горло. — Ограбили! Разбойники! А в воде уже бой идёт. Волк и лиса друг у друга рыбы выдирают. Медведь недолго думал и с разбегу тоже бультыхнулся в воду. Вода в реке, как в котле, кипит. То и дело наверх чья-нибудь голова вынырнет. То лисья, то волчья, то медвежья. Из-за чего дерутся, неизвестно. Рыба-то уже давно уплыла. Усмехнулся кот в усы, смотал удочку и пошёл другое место искать. Где поспокойнее. Зашёл как-то медведь к зайцу в огород и спрашивает. — Как дела, косой? — Да вот, морковку дёргаю, дядя Миша. — А хороша морковка-то. — Хороша, дядя Миша, да только сидит глубоко. — Мне, пожалуй, тоже морковки нужно, — задумчиво сказал медведь. — В запас на зиму. — На здоровье, дядя Миша. Бери сколько хочешь. Поплевал медведь себе на лапы и пошёл морковь дёргать. Да так, что она во все стороны полетела. Как раз мимо ёжик проходил. И одна морковка ему прямо в голову угодила и на колючках повисла. — Безобразие какое! — зашипел ёжик. — Что это тут делается? — Морковку дёргаем, — рявкнул медведь. — А ты куда собрался, колючая голова? — В лес еду. За груздями, за белыми грибами. — О, вот грибы — это дело, — обрадовался медведь. — Мне запас на зиму нужен. Идём-то груздями за белыми грибами. — Дядь Миш, — пискнул заяц, — как же морковка? — Морковка, морковка, — рассердился медведь. — Сам её кушай, а я грибы больше люблю. И пошёл за ёжиком в лес. Ходит ёжик по лесу, грибы собирает и себе на колючки накалывает. А неуклюжий медведь их больше ногами топчет. Белка ему с дерева кричит. — Что это ты, дядя Миша, всё кланяешься? — Да вот, грибы собираю, себе запас на зиму делаю, — отвечает медведь. — Ну что твои грибы, — пищит белка, — ты лучше орешков попробуй. Попробовал медведь орехов, и они ему очень понравились. — Вот это дело! Я их сразу одним махом соберу. Вот так! Обхватил медведь лапами целый куст орешника, полный спелых орехов, и вырвал его из земли прямо с корнями. Потом взвалил себе на спину и потащил. Увидел это ёжик, только лапками развёл. Тут навстречу медведю кот с удочками. — Куда собрался, усатый? — остановил его медведь. — На рыбалку, дядя Миша. Хочу котятам рыбки наловить. — Рыбки? Я люблю рыбку! — облизнулся медведь. — Мне очень нужно на зиму рыбкой запастись. — Что ж, пошли. У меня как раз лишняя удочка есть, — сказал кот. — Пошли на рыбалку. Вдруг кот спрашивает. — Постой! А как же твои орехи, дядя Миша? — Да что орехи? Мелочь! Идём скорее рыбу ловить. Мне её много на зиму нужно. — Пришли на речку. Только закинули удочки. Лиса тут как тут. Подсела к медведю и хихикает. — Пустяками ты, дядя Миша, занимаешься. — Как это пустяками? — обиделся медведь. — Мне рыба в запас на зиму нужна. — Да много ли ты её наловишь? И какая радость целую зиму рыбу жевать! Лучше тебе другое дело предложу. Всю зиму меня благодарить будешь. — Что за дело? — Пойдём-ка в деревню кур-уток таскать. — Кур! Уток! Идём скорее! — обрадовался медведь и удочку бросил. — Дядя Миша, у тебя рыбка клюёт! — кричит кот. — Пускай клюёт! Рыба не курица! — проворчал медведь и пошёл за лесой. — Пусть! Когда стемнело, медведь и леса по задам деревни подкрались к птичнику. Леса доску в заборе отодвинула и шепчет. — Ты, дядя Миша, посторожи здесь, а я тебе курочек и уточек вынесу, сколько твоей душе захочется. — Ладно, — говорит медведь, — только ты поскорее приходи, побольше приноси. — Мне запас на зиму нужен. Ходит медведь вдоль забора туда-сюда, смотрит по сторонам, прислушивается. Но недолго им не пришлось сторожить. Собак со всей деревни набежало. Видимо, невидимо. И все рычат, лают, заливаются. Того и, гляди, разорвут. Забыл медведь про кур, про уток, про лесу плутовку и со всех ног бросился бежать. Собаки целой сворой за ним. Так и гнали бедного Мишку до самого леса. А утром лежит медведь в лесу под деревом, стонет, охает. Мимо мышонок пробегал. Увидел медведя, остановился. — Что с вами, тядя Миша? — Да вот собаки. Вчера всю шкуру с меня чуть не содрали. — Собаки — это нехорошо, — пискнул мышонок. — Я хотел, понимаешь, себе на зиму запас сделать. — Запас — это хорошо, — пискнул мышонок. — Я и морковку дергал, и грибы собирал, и орехи рвал, и рыбу удил, кур таскал. — Кур таскал? Это нехорошо, — пискнул мышонок. — Все делал, и вот с пустыми лапами остался. — Что же теперь делать будете, тядь Миша? — спросил мышонок. — Делать нечего, — сказал медведь. — Зима на носу, залягу в берлогу, буду до весны лапу сосать. — Эх, дядь Миша, — пискнул мышонок. Он хотел, видно, еще что-то сказать. Да только махнул лапкой, свистнул и побежал дальше. А что тут скажешь? Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь? До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...